Коррекция туалета в Брахмастане. Привет, друзья, с вами канал ArtVastu и сегодня мы поговорим, что делать, если у вас туалет попадает в Брахмастан. Напомню, Брахмастан это центральный сектор, центральная девятая часть, то есть вот у нас север, юг, восток, запад, север, восток, юго-восток, юго-запад, север, запад, а вот это у нас Брахмастан. Давайте рассмотрим все дефекты, которые в Брахмастане. Что считается дефектами? Дефекты. Первое, это загрузка. Загрузка. Любая загрузка, стены, мебель, вещи, всё-всё-всё, это загрузка. Так, а если у вас там загрузка, соответственно, вам нужно это всё убрать, разобрать, растащить. Второе, это у нас туалет, ну или ванна, короче, санузел. И третий момент, что в Брахмастане нельзя спать. Если у вас туда попадает спальня, то вам, если вы не можете её никуда перенести, то хотя бы постарайтесь из зоны Брахмастан вытащить кровать. Если вы не можете вытащить всё спальное место, хотя бы вытащите оттуда голову, чтобы пусть ноги попадают, в крайнем случае, если нельзя вообще никак убрать, пусть ноги попадают, хотя бы вытащите голову. Спальное место очень плохо в Брахмастане. Это позиция жертвы. Ну, это, в общем, очень-очень нехороший момент. Вообще, все повреждения Брахмастана очень плохие, очень сильные. И вообще, если, не дай бог, попадает сюда туалет, то нужно корректировать для того, чтобы квартира вас отпустила. Так, дефекты мы рассмотрели. Теперь коррекции. Коррекции. Значит, я там выкладывала видео про сектора притока и оттока. И там я рассказывала, что должно быть в притоке. Я вам сейчас вкратце расскажу. Приток это у нас север-северо-восток, восток и Брахмастан. Там должен быть в идеале белый мрамор на полу, понижение уровня пола, повышение уровня потолка относительно секторов оттока, много-много света белого. Там хороший хрусталь. То есть это могут быть светильники из хрусталя. Это могут быть просто светильники с белым светом, гирлянды, всякое такое. И нужно, чтобы там не было загрузки. То есть всю загрузку мы оттуда перетаскиваем. Друзья, не думайте, что вам поможет супер-коррекция, но шкаф я здесь оставлю. Если у вас стоит шкаф в секторе притока, ищите, какую бы вы коррекцию ни сделали, это все равно будет хуже, чем то, что вы просто перенесете шкаф. Или хотя бы освободите в нем пару полок. То есть уберете часть вещей из него, и пару полок будет пустота. Поэтому старайтесь и ищите. Не надо мне говорить, что я не могу, типа у меня ля-ля-та поля там. Все, значит, все нужно, все, значит, не переставить. У нас у самих была однушка, в которой не было окон на севере, на северо-востоке, на востоке. И по северу у меня стоял шкаф до потолка темно-коричневого цвета, заваленный вещами. И все вещи были нужные. И все было нужно, и муж не хотел никак расставаться ни со шкафом, ни с чем. В итоге оказалось, что там внутри всякие дурацкие, и в очереди не детские игрушки, там была даже такая неваляшка рыжая, которую наклоняешь, и она пиликает и обратно возвращается. Вот. Куча там было всего. Короче, потихоньку мы это разгребли, потом потихоньку мы избавились от этого шкафа, да, поставить шкаф нормальный было некуда. Да, мы жили на каких-то непонятных коробках и так далее. То есть было, да, неудобно, но зато север освободился, мы его освободили, север-север-восток, восток. И туда поставлено было много зеркал, очень маленькая легкая белая мебель, и все это нам позволило переехать. И сейчас у меня открытый север, совсем другой метраж, другой район, и все намного лучше. То есть вы поймите, что да, вы можете, у вас может не получиться там сразу все сделать, и вы можете говорить, что вот там, я вот это не могу переставить, у меня там холодильник. Но при всем при том, вы всегда можете что-то сделать, чтобы улучшить. Ищите эти возможности. Ищите их, и они у вас будут появляться. Каждый маленький шажочек будет вам давать, следующий шажочек у меня тоже не сразу все появлялось. получалось. Так, значит, что ты отвлеклась? Коррекции. Туалеты в Брахмастане, это очень плохое положение, но у нас есть некоторые решения. Значит, именно для туалета в Брахмастане. Ожерелье из рубинов, как обычно у нас ожерелье, то есть вот у нас туалет, ну там как-то стены идут, вот, например, вот так, вот, санузел. Ну, где-то вход, не важно. Вот, что мы делаем? Мы так же, как и во всех остальных коррекциях санузлов, мы должны создать ожерелье вокруг него, которое будет удерживать загрязнение, корректировать его, придавать ему положительных вибраций. И это ожерелье мы будем делать из рубинов. Я теперь вам наглядно все, что у меня есть, я вам показываю. Рубины в породе, они не стоят как самолет, они стоят каких-то адекватных денег. Здесь сейчас довольно крупные камушки, я вам показываю, вам достаточно от одного карата камушков, то есть один карат, полтора карата, два карата. Вот, вы для начала можете купить себе, например, там, если у вас затруднения с финансами, вы можете купить один-два камушка, по одному, по два карата, заложить их, потом со следующих денег купить еще пару камушков, тоже заложить. То есть вообще без проблем вы закладываете ожерелье из рубинов. Вокруг туалетов плинтус. Хотела вам показать плинтус, но плинтус я не нашла, но я нашла уголок от своего плинтуса. В этих всех деталях внутри есть пустоты, то есть вы спокойно можете снять любую деталь, в этот уголок вставляется сам плинтус, потом идет какой-то переходничок, потом опять плинтус, то есть вам нужно сковырнуть любую деталь, и туда вы бумажным скотчем хоп и камушек приклеили. И на место поставили, все, всего делов. Так, про рубины рассказала, рубины нужны, не представляющие ювелирные ценности, поэтому, еще раз повторюсь, они не будут стоить как самолет, вы можете их спокойно купить, начинайте, сколько у вас есть, потом будете добавлять. Так, про рубины рассказала. Значит, коррекции. О жерелье рубины. Также я вам рассказала уже про все коррекции притока. Так, есть еще одна коррекция, про которую хочу вам рассказать. Сразу хочу сказать, не надейтесь, что оно вам прям супер, все прям откорректирует, и у вас прям будет космос сразу же. Но, если, например, у вас в Брахмастане стоит холодильник, холодильник, чем он у нас является, почему он дефект? Потому что он тяжелый, то есть он большой и тяжелый, это вес, и, соответственно, это загрузка. Если вы не можете его переставить и передвинуть, и вот он именно попадает в Брахмастан, то, но, учтите, вы здесь корректируете не холодильник. Опять же, мы не корректируем отдельный предмет, то есть там холодильник или микроволновку. Мы корректируем сектор, в который попадает этот предмет, который нам, ну, как бы не подходит. Мы корректируем сектор. На холодильник хорошо крепятся магниты. И я тут такую штучку нарисовала. Вы тоже можете такую нарисовать. Смотрите, для Брахмастана символами, которые его корректируют, является значок Ом и изображение Лотоса. Вы можете сами нарисовать изображение, повесить его в Брахмастане. Какой бы ни было бы у вас там дефект. Но, ребят, если у вас санузел, рубины, вот это вот вас не спасет. Ту жопочку, которая у вас в мире, в жизни происходит, вот это вам не спасет. Это только вам чуть-чуть, немножечко добавит к другим всяким разным коррекциям. Например, у вас в Брахмастане проходит стена или кусок шкафа попадает. То есть вы как бы пытались там полки освободить, но он все равно частично попадает. Вы его сдвинули, но он все равно частично попадает. Вот вы можете тогда какое-то изображение, значок Ом и Отос, найти в интернете, распечатать, повесить. Можете нарисовать сами, можете купить какую-то картину, туда повесить. Как хотите. Если попадает именно холодильник, то можно вот такой магнитик нарисовать или купить. И он приляпывается на холодильник. Вот. Я вчера попробовала, вот такой вот нарисовала, буду еще какие-то рисовать, и вам показывать. У меня не стоит холодильник в Брахмастане, я просто решила попробовать, потому что я проходила такой курс у Сергея Давыдова, и он рассказывает там какие-то всякие простые коррекции, о которых нам никто нигде не говорит, но они тем не менее являются рабочими. Понятно, что санузел в Брахмастане вам это не облегчит, но какие-то другие небольшие дефекты, оно вам поможет. Но, опять же, еще раз, самое главное, это Брахмастан, у меня не высохло еще, я вся в масле. Самое главное Брахмастан освобождать. То есть, все-таки, если там стоит какая-то мебель, вы стараетесь максимально оттуда все вытащить. Это все-таки важнее. Да, если возможности нет, окей, мы туда добавляем вот такие вот изображения. Также, да, забыла сказать, когда говорю о коррекции, когда все коррекции притока, зеркала. Зеркала. Когда вы смотристесь в это зеркало, вы должны смотреть в сторону притока. Не оттока, а притока. То есть, если у вас там стена проходит, то есть, вот смотрите, у нас, например, сейчас я нарисую, так будет видно, будет видно, например, вот так, например. Вот. Вот это попадает в Брахмастан, стена. Так-так-так. Вот тут примерно будет Брахмастан. Вот тут будет север. Вот тут будет юг. Вот. И я, соответственно, на эту стену могу повесить зеркало вот с этой стороны или картинку. Ну, картинку, кстати, с любой стороны можно повесить. Могу повесить здесь зеркало, а здесь картину. Вот. И смотрясь в зеркало, вот так, я буду смотреть в сторону, вам не видно, вот тут, в сторону севера, здесь у меня юг, здесь у меня север, то есть вот она стена, смотрясь в зеркало, я буду смотреть в сторону севера, или северо-востока, или востока, в общем, в сторону притока. Так, про зеркала рассказала, и еще вам тут допишу, чтобы тоже вы не забыли, знак О, изображение лотуса. Все, друзья, по брахмастану все, пожалуйста, отнеситесь серьезно к коррекции брахмастана, это очень-очень важно. После этой коррекции вы сделаете остальные коррекции в квартире, какие сможете, и после этого, скорее всего, у вас, во-первых, появится возможность прийти на консультацию, это первое, что точно появится, и, возможно, скорее всего, у вас тут же появится возможность эту квартиру поменять, поменять, переехать, потому что это очень важно, это очень серьезный дефект, и из такой квартиры нужно стараться переехать. С вами был канал ArtVastu, и до новых встреч!